привет сегодня мы с вами делаем лечо она уже лечо никто не знает как она называется я долго себя уговаривал чтобы этим заняться вот полоснул казан мы с вами начинаем сначала мы прокаливаем посуду всегда немножко прокаливаем а я пока пойду помою помидоры помою помидоры хотя бы чуть-чуть и принесу мясорубку прошло минуты три-четыре я помыл помидоры в это время он уже прокалился достаточно когда будете прокаливать не расплавьте не расплавьте но забыл принести мясорубку но сейчас мы разогреем маслица пока вот чем хорош казан масло идет меньше масло разогревается я побежал за мясорубкой начнем с вами крутить в принципе после того как я вам показал что нужно прокалить казан и налить туда масло после этого можно уже ничего не делать этого уже достаточно для того чтобы у вас получилось получился получилась хорошая закрутка на зиму ничего не будет прилипать кастрюле но мы все-таки продолжим вчера была погода вот в это время было градусов 14 может быть 15 холодрыга я как раз купил помидоры и перец что-то меня тюкнуло в этом году сделать какую-нибудь закруточку интересно вам видно там мясорубку видно вот но нужно же снять люди попросили годится годится какие помидорки вот я купил помидоры неправильные они с виду так ничего были да и в ящиках лежали таких знаете в каких не из этого не из голландии приходит откуда-нибудь ростовской области ложены так заботливыми руками помидороводов ростовской области или астраханской а на вкус оказались не сладкие помидор должен слегка сладить сейчас попробуем уж не тогда попался так немножко есть но пресноваты мало кислоты и мало а сахара так что будете покупать помидоры не сделайте мою ошибку проверьте возьмите с собой бутылочку воды помойте один помидорчик и попробуйте итак раз 15 пока не найдете хорошие в этой операции нету ничего стыдно потому что из неправильных помидор делать неправильно и сахар добавлять тоже не очень хорошо фактически мы сейчас сначала варим томат вот умные люди покупают электрическую какую-нибудь фигню и она у них вот это вот все быстро делают они то а кидают помидоры и все мне электрической штуки нету во первых место нужно чтобы ее хранить не у нее очень много посчитайте сколько стоит сарай построить и там все это хранить плюс охрана кормление собаки чем-то еще очень целая история а если вы в квартире живете сколько у вас стоит квадратный метр и когда на нем поселится вся эта техника получается что вы для нее все это и купили всю эту квартиру вот поэтому у меня вот такая маленькая мясорубочка но приходится крутить за ручку ну благо здесь не очень трудно это не мясо с жилами что можно класть в это лечу него можно класть все что угодно основа это все равно помидоры и перец перец можно крутить можно резать а можно класть еще яблоки хрен все что найдете даже кабачки можно туда же зафигачить но для эксперимента не делайте сразу все вот так масло запахло подсолнечным сейчас пора добавлять что-нибудь смысл вот этой процедуры это чтобы убрать лишнюю воду из помидор чтобы наша с вами лечо было более наваристая но есть нюанс сделать густым лечо можно двумя способами можно выпаривая помидоры фактически варяя из него томатную из них томатную пасту а можно под конец фигануть там а этого крахмала как и делают некоторые особо умные производители крахмале есть несколько плюсов будет липнуть вот почему западные кетчупы завоевали такую популярность наши все вот эти деревенские закрутки они не прилипают к продукту потому что нету нету ничего ли липнущего там них приходится макать по 10 раз чем целая история на западе просто придумали вот первый кетчуп который появился у нас в россии это болгарский был он уже шел с крах мальчиком ну крахмал можно добавлять в доброкачественный томат а можно совсем чуть-чуть водички еще раз и крах мальчику будет симпатично особенно если еще краситель и какого-нибудь красненького есть пищевые красители специальные безвредные потом сахар соль уксус и будет вкусно дешевые сердито но мы хотим сделать настоящий вкус конечно поклонники химии будут нас ругать скажи какой настоящий вкус все эта фигня откуда берется настоящий вкус так перезапущу видео от учет и разговорился ну немного теории откуда берется этот самый настоящий вкус в помидорах которые по своей сути посленовые вот на картошке такие помидорчики растут это то же самое что что вот помидоры только у картошки едят крышки а у помидоров вершки рот это один и тот же посленовые или семейство там я не ботаника поэтому но кое-что знаю и во всех посленовых содержится очень вкусный яд называется уронил ночью очень вкусный яд называется солонин это вот то что у картошки зелененькая бывает его кушать нельзя кстати печень стравить и аналогично в помидорах в зеленых помидорах он тоже содержится не не так много как кожуре картошки но тоже содержится поэтому если делаете зеленые помидоры то они должны чтобы этот яд разложился какое-то время побыть в соленом квашеном виде или маринованным если не ошибаюсь недели две ну но еще в помидорах содержится еще один вкусный яд но он не такой уж и яд он гораздо менее ядовит чем по наша с вами поваренная соль это глютамат если я не ошибаюсь особенно при жарении вот сейчас вот с маслицем раз и он там образуется поэтому все это пахнет вкусняшкой и поэтому мы любим жареные помидоры японцы называют это пятым вкусом но это я постоянно об этом глютамате раз рассказываю он не вреден у него летальная доза для того чтобы помереть больше чем у соли но вы столько просто не съедите он противный больших дозах он противно он вкусный когда его немного а много у нас его и не получится потому что если вы добываете его не химической реакция вот таким вот реальным путем то много его не будет на же все по-честному без обмана все добываем естественным образом к вопросу о том а чем лучше глютамат добытый путем пережаривания помидор в отличие от искусственно синтезированного ну вот специалисты по фэн-шую тому подобное считают что отличие есть там энергии все дела естественное происхождение сопутствующие вещества ну так называемые следы это как водка это все один и тот же этиловый спирт а хлебное вкуснее чем из этого как его называют хлебное вкуснее чем чем из нефти почему-то хотя дороже поэтому но это ваш выбор вы можете как бы купить пачку глютамата она стоит на на рублей 200 грамм 200 или полкило он не очень дорогой и во все блюда его подсыпать достаточно быстро вам это надоест точно так же как надоедает быстро растворимые супы иногда хочется а дня два поели о стоп и вот так вот мы будем а сразу же обращу внимание для тех кто смотрит наш канал первый раз мы здесь все время мы я имею ввиду себя и уважаемых видео зрителей мы все время здесь занимайся занимаемся фигней никогда толком не знаем что готовим много разговариваем в кадре происходит очень мало чего но кипит и кипит поэтому вы сразу если вы хотели рецепт с разблюдовкой сколько грамм чего вы можете найти такой рецепт написанный текстовый зачем вам видео секунду перезапущу то зачем вам видео не тратите свое время а если вы не в панике смотрите как же чё делать ой 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 смотрите для удовольствия чтобы потом тихо спокойно размеренно сходить на базар выбрать помидоры выбрать перец с удовольствием все это сделать и если получится то с удовольствием съесть поэтому претензии по поводу того что нужно долго не принимается видео для тех кто смотрит все это не спеша можно ли не резать можно можно только тогда у вас будут шкурки можно и шкурки отделить все это когда вскипятится то шкурка шкурку можно процедить отловить там через сито через дуршлаг нельзя ложку помешать чуть-чуть ну вот и смысл в том что оно должно кипеть вот так вот кто как говорит кто говорит полтора часа кто говорит два а у нас с вами кипеть бы может быть будет часа четыре помидор желательно было поспелее немножко я не угадал сейчас вот вот эти с вами дорежем и я пойду может быть найду у себя помидоры поспелее а эти может быть оставлю на еду кстати с яичницей они были прекрасны а может быть они при термообработке станут лучше вот в чем смысл этого лечу это выпаренные помидоры чтобы было погуще и желательно чтобы у нас не разложился перец хотя некоторые его тоже мясорубку пропускают но тогда у них получается типа икры они туда делают это все острая а джечки вот этого красного стручкового перца который очень горький очень жгучий такая ядовитая штука получается ядовитая смысле острая они смысле вредная помидор у меня много у меня около пяти килограмм помидор и около четырех килограмм этого перца болгарского паприки и он оказан 7 литровый но его до конца не нельзя наливать потому что может выкипеть ночью переброситься и все время варим с открытой крышкой почему я это делаю на природе кстати о птичках потому что можно делать и дома кстати не в казане любой кастрюле но на природе лучше если есть возможность вытащить какую-нибудь электроплитку как и называет еще керосинку газовую плитку и готовить на улице попробуйте во первых ароматы как бы заполняют пространство но при этом не пропитывают вам стены на кухне тоже с хорошей вытяжкой с открытым окошком тоже можно прервемся я поищу еще помидор порежу пропущу их и потом вернусь к вам когда уже заложу их пока я мы помидоры погода ухудшилась а помыл я их вот сколько видите эту вы этого видите да и вот еще кастрюльку но это вот это вот другой сорт а это вот тот же самый сейчас попробуем они немножко у меня портится начали не специальная баночка до испорченных частей сейчас попробую чуть чуть послаще но не могу сказать что радикально я бы мог взять помидоры те которые заведомо сладкие но они были дороже почти в два раза а экономика тоже имеет значение конечно выпарить так чтобы не было косточек да ну процедить через это через что через дуршлачок до через сито чтобы не было шкурки это все прекрасно но трудоемко поэтому мы не парись будем кушать с косточками а некоторым нравится надо сказать что надо сказать вот это слово паразит часто встречается бьюти блогеров надо сказать ну вот надо сказать что количество косточек при выпаривания этого замечательного бульона процентное его содержание увеличится сейчас с вами столько наговорим времени на камеру что потом придется гнать или это видео будет рекордсмен по продолжительности так почему мы сначала перетапливаем помидоры потому что они дадут кислоту и может быть при последующей варке перца у нас он не расползется не расползется до состояния когда не поймешь перец там или какие-то от него остатки потому что кислота делает овощи твердыми поэтому кислую капусту кладут после того как сварилась картошку картошка поэтому томат кладут под конец пережаренные помидоры иначе все будет казаться сыроватым но вот случай с перцем если он будет казаться немножко сыроватым это даже хорошо поэтому сначала делаем такую кислую фиговину она должна быть кисло-сладкой но кисло-сладкой вот лично у меня не получится я уже понял потому что в помидорах мало сахара конечно могу ложечку сахарку туда зафигачить но это будет не очень честно по отношению к себе и тем кто будет кушать они будут кушать и думать что какие он помидоры туда положил вкусные а это я туда просто сахару а помидоры были какие-то турецкие ну или турецкие семена там фиг узнает может быть не знаю как они умудряются делать не сладкие помидоры а вот этот помидоры хозяйские мне тут дедушка один дал сейчас попробуем вот этот помидор сладкий я бы не сказал что сладости очень много но она есть вот в начале видео я вам рассказывал о том как выбрать помидор то что я чем пренебрег и теперь вот страдаю страдаю ругаю жизнь сорта помидоров турцию германию производители гибридных семян семян гибридных помидоров а всего то надо было попробовать купить то что нужно не стесняйтесь это делать во первых это будет прикольно продавец на вас выпучит глаза но вы продолжайте протирать его тряпочкой может быть даже водичкой польете из бутылочки знаете как будет здорово но вы представьте что не он за вами наблюдают а вы делаете свое дело он таращит глаза наблюдаете вы за его реакцией это называется пересадить продавца в аквариум вы когда проплываете мимо его ларька там мимо его прилавка он наблюдает за вами как за рыбами плавающими в аквариуме а вот если вы будете проходить мимо аквариума в котором сидит продавец то это совсем другая история вы можете постучать по аквариуму посыпать туда корма ну в общем какие то манипуляции производить и смотреть как рыба реагирует но это я для стеснительных рассказываю как можно стать оборзевшим есть еще другой вариант не обязательно сажать его в аквариум можно просто понимать что он тоже человек такой же как и вы только стоит за прилавком может быть и вы когда-нибудь за прилавком окажетесь а может уже стоите и просто наладить с ним разговор в частности эти помидоры я на эти помидоры вот на эти я получил скидку 20 процентов ну я объяснил секунду прерву видео чтобы новый файл я объяснил продавцу что как бы до завтра говорю может и доживут но уже в худшем состоянии говорю и вообще пора уже цену снижать потому что уже попадаются мятые ладно говорит берись дискаунтом мне по сути ну вот но не попробовал зря но я все-таки надеюсь что все равно альтернативы особо не было или вот такие брать они в этом году тоже не очень сладкие сладкий салат салатный помидор ну сорта а их сейчас они есть еще да ну вот правильно делать конечно вот из этих из зимних вот этот солку отлично пойдет отлично а сахару нету что у них там солнце не было что ли ну видите мы добавляем 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 и еще нам добавлять очень долго просто захотелось с вами поговорить потому что достаточно скучное занятие довольно таки скучное занятие крутить вот эту вот байду к тому же когда ты еще не обедал когда тебе надо посолить огурцы посмотреть что там происходит в стране и мире мне кстати сегодня мысль в голову пришла оба правильно сделал что разрезан смотрите что-то черненькое внутри посмотрим дальше в общем капут используем только качественный продукт он может вас не устраивать там по вкусу еще почему-то но никакую гниль допускать нельзя хотя вот помидоры мятые они бы сюда пошли но одно дело мятые другое дело уже с гнильцой это две большие разницы но с мятыми помидорами есть проблема как их мыть понимаете ну вот сегодня пришла в голову мысль мне тут одна дама попалась ну поговорить она такая умная прям что-то про политику на самом деле на самом деле хочется замуж ну чтобы показать что не какая-нибудь лохушка она так что-то что-то с критикой с критикой происходящего в мире ну вот на самом деле вроде бы так показывает разносторонний этот разностороннее развитие или что там разносторонность свою разностороннесть в общем фиг знает как это произносится а на самом деле она же движется в фарватере массовой пропаганды поддалась на это и следовательно есть сомнения в ее особом уме умнее уме может быть человек который ведет себя попроще даже и поумнее понимаете потому что ему все это по барабану ну или не по барабану но во всяком случае он занят тем что водит поезда строит заводы там туда-сюда не дай бог работает в маркетинге рекламе или в продажах как-то вот как-то вот гонка последнее время идет вот за этим за лучшей жизнью да а лучше или она на самом деле общество потребления там все дела конечно это развитие с одной стороны это здорово так знаете сидя в деревне с телефона осуществить видеосвязь там с другим концом планеты вот сейчас говорят там а как прокормить эту кучу народа ребята если немножко не мешать людям то только краснодарская с ростовской уж не говоря про волгоградскую саратовскую тамбовскую господи у нас полно таких областей житницы россии да как они могут прокормить такую кучу народу кто-то рассказывал мужик там курей где-то выращивать или волгоградской то ли у ростовской один не знает куда деть единственная проблема сбыт к вопросу сбыт и чтоб его не обижали чтоб его не убили не сожгли и так далее то есть если вот это обеспечить то еды у нас будет столько что мало не покажется да и во всем мире так у меня такое ощущение что негров в африке специально голодом море чтоб поменьше было еды очень много а если так разобраться много ли нужно что еще да ладно это философия может быть я вернусь к этому но после того как прокручу помидоры пауза я только что вылил последнюю партию перекрученных помидор и демонстрирую вам уровень до которого у нас это все налилось тут наверно килограмм 4 а может и 5 помидорчиков наверно 5 все-таки и теперь наше дело чтоб она выкипела плиточка стоит у нас на максималке на максималке но тут охлаждается ветерок как бы и дно у нее маленькая и кстати о казане такой казан стоит там около 1000 рублей если вам есть куда его поставить то полезная штука не обязательно чугунный чугунный хорош когда им пользуешься каждый день а вот такой вот силуминовый или алюминиевый вполне и моется легче чугунного и пустить в работу его гораздо проще а для большинства дел он ничем не хуже чем чугунный а может быть и получше я вернусь к вам когда под выкипит температурку я уменьшил до состояния чтобы не выкипало и чтобы не это не вылезала ну вот стало уже погуще и в принципе уже можно бросать ну ничего так но сейчас будет вода из этого ну пусть покипит а я пока помою перчик резать будем его с вами здесь уже в сумерках наверное пол седьмого еще надо заготовить специи еще прибавлю наверно температурку потому что она явно не бурлит я вернусь к вам смытым перцем ну вот наша с вами варева упарилась примерно сантиметра на два что в принципе уже неплохо и сейчас будем подготавливать перчик для этого его надо почистить выпотрошить выпотрошить и порезать можно его пропустить в мясорубку было бы многие так и делают я сейчас хочу чтобы у меня не отжичного типа получилось а чтобы кусочки были какие-то и поскольку уже вечер то мне не до выкрутасов то есть а вот сколько всего у меня перца не знаю вам там видно или нет вот ну еще вот здесь вот мясорубку не убираю потому что потому что сейчас еще будет один финт я хочу пропустить через нее так куда это я кидаю вот сюда нужно кидать большую тарелку а это для ложки потому что хочу пропустить чеснок через нее и потом прочистить немножко перцем потому что чеснок как бы более дефицитная штука хотя не у меня у меня он есть вообще вообще все началось с чеснока задумка вот этой штуки сделать ведь я режу разными кусками и большими и маленькие кто-то любит маленькие кусочки кто-то любит большие поэтому поэтому на любой вкус чтобы было я тороплюсь потому что темнеет и уже трудно будет снимать мне точнее снимать мне это будет да и мне тоже просто уже не будет справляться камера и будет темновато стараемся лишнего не выбрасывать побольше сохранить продукта ну почистить хорошо в принципе можно и ломать не обязательно не обязательно и резать если пара зернышек останется ничего страшного эти зернышки тоже съедобные сейчас положим туда какую-то дозу чтобы посмотреть сколько у нас войдет куда я еще побольше огонек сделаю чтобы получше выкипало что она слабо кипит это слишком жирно надо поделить я люблю вот такие вот законтрюченные перцы а не мясистей вот вот эта вот штука у нас получается с вами сейчас не классическая потому что по-моему в классику чеснок не добавляется только перчик жгучий но у меня чеснок есть поэтому почему бы его не добавить пора уже солить кстати о птичках сейчас мы это сделаем сейчас я вот это вот чуть-чуть дочищу и сбегаю засулю ну вы поняли как перец режется что в принципе возни меньше чем с помидорами ну и вообще он такой красивый гладкий его приятно брать и не успеваешь еще устать чеснок чистить противне хрен не буду добавлять потому что это будет уже полное извращение можно добавить хрен и можно добавить если у вас банки вздуваются можно сухой горчицу туда спануть тогда скорее всего точно не взорвется а еще нужно уксус уксус и видимо придется еще добавить сахар хоть я вам и говорил что сахар это неправильно но видимо придется не посла же стало и покислее значительно я приду к вам уже с солью почему мы солим уже вот сейчас заранее а потому что чтоб попробовать иначе мы можем не понять просолилась она не просолилась уже пробуем это на вкус правильно и как я и говорил сахар потому что сейчас вот я пробую и получается что явно с сахарком у нас неудача с этими помидорами поэтому все таки придется сахарка добавить ладно мы сюда морковки а кстати сюда и морковку можно ничего плохого не будет но морковка нынче дорогая а свою еще не выкопал давай еще соусы добавим так этот перец уже можно опускать температуру опять на полную и первую партию перца туда бац соль и остальное это потом сейчас дочищаем дочищаем перчики и после этого останется прокипятить и добавить специи специями у нас сегодня будет чеснок 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 и что еще чеснок укроп а петрушку петрушку кинзу не будем класть потому что с кинзой это будет уже другое блюдо это уже будет что-то кавказское а мы сегодня делаем не кавказское так что еще у меня есть больше ничего нет и стручковый перец жгучий но это потом после того как вы попробуете вот среди этих перцев могут может попасться один-два переопыленные которые жгучий сам по себе и тогда уже жгучий не нужен знаете как бывает рядом сажают жгучий перец и этот а потом он с виду крупный а жгучий как жгучий такие вот бывают штуки и сейчас для тех кто внимательно смотрит расскажу самое главное после того как мы это все сварили добавили специи у нас встает вопрос как укупорить укупориваем точно так же как и варенье как укупоривается варенье смотрите варенье про малину например там все четко показано разливаем в банки банки переворачиваем закупориваем крышками закупориваем крышками винтовыми банки переворачиваем ставим на полотенце и полотенцами накрываем это для того чтобы произошла пастеризация никакого никакой стерилизации в аэрогрилях в кипяченой воде я не делаю уже давно вот этого вполне достаточно даже банки не грею для пастеризации достаточно нахождению продукта при температуре 70 градусов в течение если я не ошибаюсь 40 минут ну в общем при вот такой методике разливание кипятка кипящей вот этой вот штуки так оно примерно и выходит ни одна банка еще не вздулась в огурцы стал добавлять от греха подальше чтобы не вздувались сто пудов по пол ложки столовой горчицы сухой если тоже у вас есть сомнения можете горчички зафигачить хуже не будет она кстати имеет нейтральный вкус достаточно то есть ее можно вычленить но если вы не скажете что у вас там горчица большинство людей не поймут кстати я угадал соль и сахар соль и сахар угадал правильное получается соотношение ну можно пересолить легко потому что оно же кипит выкипает при выкипании воды увеличивается концентрация соли да еще раз попробую но сахара уже точно больше не надо нормально а может надо немножко можно добавить сахарку ну это на на ваш вкус на ваш вкус все в процессе с одной стороны у нас выкипает растет концентрация соли а с другой стороны мы добавляем не соленый продукт который на 90 с лишним процентов состоит из воды и у нас концентрация соли падает так опять сюда бабах конечно может быть было бы лучше если бы мы все делали там порезали заранее кто-то у нас подручные есть но сегодня у меня подручных нету делаю вместе с вами я вернусь к вам когда порежу перец окончательно и вот наконец-то дочистил дочистил и сейчас мы это бросим сюда кстати в постепенном добавлении тоже есть свои плюсы потому что оно тогда все время кипит а когда сразу большую массу холодного продукта добавляем то оно кипит плохо и сейчас немножко с вами оставим для прочистки этого для прочистки мясорубки после чеснока вот отложить немножко а остальное все сюда бабах и пусть варится сейчас я наберу зелень зелень я так подумал петрушку тоже можно будет пропустить через мясорубку пропустим все это через мясорубку вместе с вами в это время немножко уварится и опустится вот это и и будем завершать а уж сколько можно так чеснока я взял видите не очень много где-то три головки почистил чеснок хороший деревенский так и вот я смотрю уже у нас не солено сальцы добавим наверное еще нужно о и кстати появился какой-то перец был переопыленный какой-то перец был горький кстати как говорится об этом деле все ищу специи и возвращаюсь к вам ну вот приправа готова укропчик вот такой его потом вытащу и петрушечка петрушечку сейчас порежем и мясорубку тоже бросим потому что когда она лохмоть ими там попадается это не очень хорошо так не ну некоторые любят конечно петрушки кстати слишком много не кладите я вот сейчас уменьшил дозу куда-то там убрал отрезал отрезал хвосты хотел с хвостами хвосты они ароматные кстати так теперь туда же чесночок вам там видно как я кручу надеюсь видно вон оно что получается в остатки вышли помидор ну вы знаете у некоторых людей есть электрическая штука вот такая которая или через сетку крутит или просто ножами так же или блендеры можете в них делать такс и сейчас прочистим мясорубочку перчиком это даже много это можно сюда бросить и кстати я не нашел горький перец поэтому будет сухой то есть я его нашел но он сгонит поэтому он нам не годится у меня есть разные перцы вот как бы не было как бы не пересыпать так все мясорубка нам больше не нужно мы ее теперь сейчас немножко покрутим все все выплюнуло мы ее откручиваем разбираем так вот эту надо открутить чтоб выпихнуть шнек все и как видите мы не потеряли продуктов цена вопроса цена вопроса 50 рублей 5 килограмм помидор это сколько будет 250 плюс плюс что еще плюс по 70 рублей перец 4 кило это 300 300 и 300 600 ну там петрушка туда сюда электричество на 20 рублей чем будем считать 800 рублей ну банки там расходуется ну как они расходуются они потом возвращаются но все равно там то разобьешь то кто-то заберет не отдаст крышки портятся ну в общем грубо говоря 800 рублей за 7 литров 7 литров разделить на 800 ну даже 700 100 рублей литр 50 рублей банка полулитровая ну не знаю дорого это или дешево так а это мы туда еще не зафигачивали да как вы думаете пора давайте чуть-чуть подождем потому что специи всегда под конец чтоб они не утеряли запах я вернусь к вам надо ли уваривать все это сколько варить перец я вам так скажу если он даже у вас не сварится здесь чуть-чуть то он у вас сварится в банке после разлития вот пока еще сыроватно уже съедомен вот я бросаю немножечко гвоздики она вообще в маринаде хорошо еще добавлю красного перца проба наверное этого хватит это бывает часто а может и не хватит может и побольше нужно будет так чем еще добавляем еще добавляем уксус потому что эта штука не должна у нас вздуться это эссенция эссенция она один к двадцати поэтому добавляем одну чайную ложку нет одной чайной ложки мало две на такую дозу не меньше раз ну не полные наливаю пастеризация пастеризации а уксус нужен так и что еще нам надо сюда и теперь окончательно попробовать соль ну вообще все на вкус ребята если вам вот сахару мало кислое а сахару мало похоже что с перцем с красным угадали сейчас со дна поднимем все мешалку нужно побольше конечно он она как со дна хорошо крышкой не накрываем чтобы уваривалась чтобы вода испарялась нам лишняя вода не нужна так попробуем что получилось вот теперь нормально может быть сальцы чуть-чуть добавляйте всегда все так сахар все соль сальцы чуть-чуть добавим сахар и соль всегда добавляйте потихонечку потому что это вы будете видеть изменение вкуса и правильно примите решение а все вот эти вот там 20 грамм соли туда-сюда это все не работает так и теперь вот это ну и провариваем немножко это дело сейчас вертолет тут летал завис у меня думаю господи подглядывает что ли нет потом стал опускаться потом я подумал что может быть он грибников выманивает из леса которые заблудились на свой звук потом понял что может быть выпивши тренируются такой большой вертолет не маленький думаю вот только мне не хватало чтобы они здесь грохнулись ко мне сюда лопасти летели ну слава богу все обошлось ну что она приобретает уже так видок то да как укупоривать не буду рассказывать ребята потому что укупоривали мы с вами уже несколько раз а видео и так длинная сейчас батарейка похоже отключится но еще нет еще еще держится чуть-чуть просто по банкам завинчиваешься крышкой банки под полотенце и на полотенце перевернутые крышками вниз рука устает мешать держать то за кончик и проворачивать эту массу прелесть просто прелесть и укропчика много укропа не надо ребята потому что чтобы чтобы все провонял укропом так сделать очень просто а вот чтоб он был тоном и не более того ой ой хорошо так все ну что вам показать как я укроп вынимаю через 10 минут ну давайте еще немножечко у нас времени есть солнышко уже практически села с каждой минутой становится все темнее и темнее прошло примерно 10 минут и укропчик можно вытаскивать и выбрасывать куда-нибудь сейчас выброшу приду вы смотрели видео от канала видео я дару рекомендуйте канал фейсбуке твиттере одноклассниках и вконтакте где есть официальная группа там ведет ее один из наших подписчиков возвращайтесь на канал смотрите рецепты готовьте еду на этом пока и смотрите другие наши видео я пошел разливать стоп не успел сказать точнее не не успел а забыл сказать сколько все это варить около двух часов томат варим и от 30 минут до часу варим перец и под конец варки это все вместе то есть можно сварить за три часа все это под конец варки за 10 минут кладем специи если там немножко нарушите ничего страшного я это варил часа четыре наверное но тут у меня прохладно поэтому дольше получается ну и как бы то одно отвлечет то другое ничего страшного то есть изменять по времени вот это все можно единственное не переваривайте перец а чем дольше варите томат тем лучше если вы будете готовить это на улице то можно и 6 часов и 8 варить ну сами там увидите на этом уже точно пока пока